Блин, а я забыл включить запись. Я подумаю, прежде чем прыгать в пропасть. А ты должен меня бояться. Я самое страшное, что за тобой есть. Поэтому ты должен от меня убежать, когда бежать будем. Сук отломался, упал, расколол мне шлем. У склона было так чпок. И я отцепляюсь от половины крыла. Вот так мы приземлились на запасном парашюте. Вот второй пилот. Вот запасной парашют. Вот это ломка, конечно, когда полетов нет. Адская штука. Хорошо, бежим, бежим, бежим. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Отлично, летим. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Сегодня у нас замечательный выпуск. Мы с моим другом Максимом, доктор Злова. Видите, какие у него очки шикарные. Летим на параплане, на тандеме. Получилось ее мероприятие совершенно случайно. Мы ехали-ехали в горы Сестерон, вот туда, покупать улья с пчелами. Потому что я решил стать пчеловодом. Мне сегодня подарили костюм пчеловодческий. И вот по этой дорожке заехали на горку Шабар. Посмотрели, что тут прекрасный ветер. Я думаю, почему бы мне не подарить Максиму еще полет на параплане. Параплан у нас в машине. Это праздник, который всегда с собой. И нам остается только быстренько все здесь распаковать. Вот волшебный мешочек. Так, мой шлем. Шлем мой совершенно потрепанный, но непобежденный. В свое время это 2001 года моделька какая-то Икара. Видите, меня тут аэрографию сделали. Волкс, ну погоди. И что у меня тут еще снаряжение есть? Перчаточки. Перчаточки тоже такие тематические. Я даже не знаю, делают сейчас такие или нет. Ну прям все снаряжение мое самое любимое, испытанное. И я с превеликим удовольствием хочу дунуть на тандеме. Первый раз в этом году. Погода у нас хорошая, легкий северный ветер. В идеале, конечно, с горы Шабар был бы ветер южный. Потому что старт более приличный. Но мы сегодня полетим с неприличного старта. Но я всегда говорю, что нужно рассуждать о нескольких факторах. То есть должно быть что-то, если вот все плохо, то тогда будет и плохо. Если все идеально, то у нас из плохого старт не очень хороший. Зато идеальный ветер. И хорошее настроение. Поэтому, Максим, у нас должно все получиться. Ты уже шлем одел? Да. Ай, молодчина. Все, погнали, пока ветер не стих. Так, одеваем подвесную систему. Ты, главное, не бойся из этой штуки. Никто еще не выпадал. Да, главное, нажли застегнуть. Потому что все происшествия летные на пропаде, в основном, это выпадание пассажира. Ты уже меня специально пугаешь вперед. Нет, я тебя не пугаю. Я констатирую факт, что это достаточно серьезно застегнуть все ремешки. У нас подвеска с специальной хренью, которая, даже если ты не застегнешь, ничего не будет. У тебя повесишь только на детородном органе и все. Жалко. 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 Вот, видишь, это система безопасности. Если ты грудной ремень застегнул, то, значит, все будет хорошо. А, то есть хотя бы через писюн я меня уже держу. Через писюн тебя будет держать. Хорошо. Все, я проверяю. Здесь хорошо. Отлично. Девочка летала последняя маленькая, поэтому наслабил так. Свобода. Все, ты готов. Эть. Эть. Все. Так, я хоть бегать не могу так. Теперь. Думал ли ты, Максим, что так все получится, а? Нет. Нет? Нет. Я даже это не планировал. Да, я тоже не планировал. Это как с твоим первым вылетом на самолете, да? Да, на самолете, да. Я совершенно не планировал, да. Твой инструктор сказал, а ну-ка, Максимушка, лети. Он решил, что я должен полететь, скажем, подробно. Да, я скажу так, самый удачный подход. Ты меньше переживаешь, да. Сейчас мы еще раз проверим ветер, потому что дело ответственное. Я на параплане летаю не часто, поэтому хочу, чтобы у меня были идеальные условия для взлета. По направлению ветра косит слева градусов 20. В данном случае это не критично. Так всегда здесь косит, потому что с правой стороны у нас гора заканчивается, и здесь небольшой всегда поток идет вбок. И господствующий ветра у нас в северо-западном направлении. Внизу есть старт этот неприятный, он почти в пропасть. Но внизу есть замечательные пустики, которые теоретически способны нас остановить. Раскладываю парапланчик на самом верху, потому что мне нужна максимальная дистанция для взлета. Максим, давай ко мне. Параплан у нас Magnum 3. Замечательная компания Озон. Я считаю, что это самый лучший параплан. Каждый, кто летает на параплане, считает, что параплан самый лучший. Не будем отходить от этой традиции. Параплан у нас в лес такие цехи и такая цехина легкая. И когда палатут болит, ой, гад, это шарик. Ну что, попробуй поднять его. Макс, отходи. Я попробую поднять и сразу положить параплан. Не надо развернуть его? Не надо. Подержите Макса и камеру. А что, боковой ветер? Да, ветер-то вдоль. Вдоль задуло. Да, и верхний колдун встал вдоль. Итак, друзья, это тот самый пример, когда опыт многолетний говорит о том, что нужно остановиться Ветер развернуло вдоль хребта, пока мы готовили камеры Но это и логично Когда мы приехали на старт, была погода идеальная Я бы ни в коем разе с моим замечательным другом не согласился стартовать в погоду плохую Но пока подготовились, погода стала хуже Ждать ее сейчас не хотим У нас пчелы И у нас впереди много интересного Ну да Поэтому тот самый случай, когда мы перенесем этот полет на завтра Даже параплан сейчас в мешок складывать не будем Кинем его сзади в машине, благо это фольксваген Т4 И такую халтуру делать можно Хороший пилот, старый пилот Хороший пилот старый Ты зато пережил уже почти подготовку к взлету Сегодня были теоретические занятия Макс, веди нас Макс, веди Давай, рассказывайся Очень хорошо, что ты его поднял Папа, подожди Да, Максим Ты помочь мне хочешь, мой хороший? Да, помоги, помоги, Макс Подержи, подержи, принеси папе Папа, пап Да, Максимка Стою Вот, молодец, неси Все, молодец, сынок Ну-ка Открываем Оп Так, чтобы там не обо что его не порвало Да нет, тут главное, чтобы срок не запутались Здесь так хорошо распутали Ну, показывай, как ты тут в Т4 запихиваешь Так, для начала нужно концы свободные сломать ровно Такой сейчас бы идеален был бы кончик Папа, помогайте, Папа Ты помогаешь, Макс? Макс помогает Макс, в самой нижней стропке кладет, да? Все, лежит Просто мне, честно говоря, лень налистывать А наличие большого автомобиля позволяет забить, не налистывать Ну, и наоборот, хорошо, он распрямится Да Ну, да, разработает Вот, и бросить все, как есть Приехать домой, зарядить все камеры Которые оказались у блогера разряженные Позор Одеть теплые носки Да Ну, и подготовить Ну, видишь Ну, могли спонтанно Мы сделаем все Стой, стой, стой Ох Больше всех не хотелось, чтобы полетели Туся Я понимаю, что она испортила ветер Вали все на жену, конечно А смотри, ветер-то ровнее стал Нет, нет, нет Это, конечно, разворот идет И там, между прочим, на стенде еще написано, что при любом западной составляющей северного старта опасайтесь ротора Все Так, пропишем, я тоже понял О, есть еще парадженеристы Вот он может и полетит Ну, пойдешь снимать, Игорь Пойдем Летит у нас птичка Красавица Показывает Позирует вообще Ну, зачем она в роторце летела У нас посмотрела, что творится И опять на ветреную часть прилетела Ветер косит, друзья Вот он, колдун Хорошо видно, что 45 градусов Больше даже И, конечно, это Стало тем фактором, который Мне не позволяет лететь с пассажиром То есть я бы один, может быть, и взлетел бы Но вдвоем нет А вот зашел пешком пилот Который сейчас собирается взлетать Пойдем посмотрим, как он стартует Ну и так Наслаждаемся видами У нас магазин с пчелами работает до 6 Поэтому времени у нас еще полно А сюда мы приедем завтра Я вам советую так Что если вдруг Я уже этот совет давал Но еще раз Вот сейчас тут типичный Типичнейший случай Я очень хочу лететь Прям Сейчас вам себя покажу Сил нет, как хочу Прям, ух, как хочу Но Но не лечим все-таки Умение отказаться от полета Это очень важный фактор Наверное Не пришедший ко мне сразу Потому что в свое время Я на первом же году Полетов сломал позвоночник Про это есть фильм на канале уже Как это было Это было как раз от такого нетерпения От дикого желания летать И полетов в погоду Когда этого делать нельзя А сейчас Ну можно Если бы это Нам нужно было просто вниз Обязательно спуститься К там, кого-то спасать То есть совершить подвиг Можно было Другой вопрос Сейчас Полет для удовольствия Никогда не нужно удовольствие портить Да Ну вот Видите, все равно Вот как оно есть Вот Сколько я Стою Я сейчас Бывает так Мог бы Знаете, почему мог бы быть Вот здесь вот этот ветер Бывает вот там Вот сходит пузырь Теплый воздух С южного склона Идет подсос сильный В ту сторону И тогда этот пузырь Подсасывая под себя воздух Меняет метеоветер Даже если метеоветер северный Он становится западным Но Ветер дует уже Ну минут 10 Вообще не меняя никак Направление Так что Я вот даже переживаю За этого пилота Но пилот Опытный Сам пришел Сам принимает решение Если что мы его в машину Возьем Свезем вниз А сейчас мы его подстрахуем Чтобы он Взлетал под присмотром Это тоже Нормальная практика Советов мы его давать не будем Потому что это неправильно Ну Он опытный Сам решение принимает Но подстраховать Подстрахуем О Вообще 60 градусов уже Но тот случай Когда даже вот Еще чуть-чуть И я буду Пытаться Сослаться на свой опыт Мама снимать Жена моя Туся Тут летала Она может стесняется Стесняется Ведет она канал Дом Прованси Прекрасный Так что Вы понимаете Набрали дом Прованси В поиске Вот Она сейчас вам поделится С вами опытом Как здесь летают На этом старте Ну вообще Вот расскажет Про эту замечательную карту Которую делает Местная федерация Или там Вообще Обожаю очень Французскую федерацию Летных видов спорта Потому что Вот Летный старт Оборудован Стендом На котором Схема План захвата власти Обозначены все старты Разрешенные Три старта Здесь есть Парапланерных Есть два старта Которые и на север И на юг Можно стартовать Опять-таки Рекомендации При какой ориентации Какие могут быть опасности Что При полете на север Самая опасность Как раз Западной составляющей Одно время Здесь вообще Висел запрет На старт На север Потому что Очень опасный И сложный Его перенесли Просто с того места Там был С отрицательным Уклоном Даже склон Обрыв Где некуда Было остановиться Но Перенесли старт И как бы Сейчас уже Легче Но зато Есть вот Все Что нужно соблюдать Сложности Все посадки Обозначены Все это Подоговоренности С местной Администрацией Потому что Они заинтересованы В туристах И дорогу Следит Комуна Местные коммуны Следят за дорогой На старт Местная федерация Оборудует Колдунами Да И коврики Там есть Тоже Вот Сейчас коврики То, что вы видели Это тоже Все Вот Есть Местный Парапланерный клуб Соответственно С которым Можно и в тандеме Полетать Вот Парапланерная школа Полетайте с профессионалами Да Так что Я За информирование За Информирование И Воль либре То есть Свободный полет Свободный полет А ветер у нас Уверенно Мама Поменял Максим Страшно Доволен Опасность полетов Миновала Пока Ну ты С тобой договорился Что он смирился Ты смирился уже С тобой договорился Что я сегодня Наверное буду летать Ага Мне сказали Что сегодня Была только теория То есть Одевались Раздевались Вот И Осваивали Наземная подготовка Наземная подготовка Наземная подготовка Ну пошли посмотрим Как наш Орел Стартанет Ох Батарейки Там полно Ух ты Швё Он уже стартует Сейчас мы опоздаем Друзья На весь старт Ну Задуло Вы помните Как я тандем поднимал Вообще не дуло Сейчас Сейчас уже По ветру Можно будет задуматься Нужно ли лететь Вот видите Крыло развернулось Вот он Ну не 45 Нормально Оп Чуть довернул И пошел Ну красавчик Да Ну пока вы видите Вот крыло летит Чуть довернуто на ветер При такой силе ветра Уже можно было бы парить Но парить просто не получится Из-за того что Вот видите Его просто просаживает вниз А дует сейчас уверенных Ну 4 метра дует Ветер сейчас подровнялся Чуть-чуть Вот сейчас Ну градусов Наверное 40 Вот так вот дует Вот И все И он дальше полетел В посадке Да Все это мы можем тоже сделать Но Но как бы вот я вот не уверен То есть вот этот порыв Пришедший сейчас Да Сейчас вот как раз порыв Может поток какой сошел Подровнял ветерочек Но Не Не Неприятненько А почему вот Как бы здесь я опасаюсь Именно за наш старт Потому что очень короткая Дистанция до обрыва Вот там где кустики Там отвесная вертикальная стенка Не знаю Может с какого-нибудь видео Вам ставлю Планерный пролет Как мы гоняем по этой стенке Но вот нельзя То есть это без Старт должен быть Один и все Вот И одно дело Пилот один Там можно Как-то там Одно поделать Другое там Переступить Еще чего-то И у него как в конце концов Стропа короче И другое дело Мы С доктором зло Да Да Мы полетим завтра Да Безопасность превыше всего Да Вот видно что ветер Реально косой Его просто потихонечку сдувает Он отошел от склона Чтобы не попасть В ротор какой-нибудь Дальше есть Такие выходы Как бы ребра И при боковом ветре Каждое ребро генерирует Вот такой шнур роторный Который Ну завихрение Который вот этим Динамическим потоком Который даже при Вот этом 45 градусном Боковом ветре Есть Все равно поднимает наверх Восходящая составляющая Присутствует И вот где-то здесь Могут быть такие Неприятнейшие завихрения Получить такое И Вот на обрывистую стенку Хряпы сделать Точно не нужно Фух Я даже не знаю Чем я больше рад Тему Тому что Ну видите Проф Да Проф Деформация какая То есть я радуюсь Тому что мы не полетели Потому что Удалось заснять Про это поучительную историю Друзья Мы не полили Здесь летать На шабар с Сашей Я монтирую ролик С утра монтировал И помню Что не хватает кадров Вот этот старт С которого мы не стартовали Северный Видите Такой пятачок Зелененький И вот виден Какой там страшный обрыв Дальше С него можно Бах-бах-бах Вот Вам не виден уклон На самом деле Потому что Уклон там Достаточно жесткий Отсюда смотрится так Смешарики Ну на самом деле Там угу-гу-гу-гу То есть вот Зелененький пятачок Еще ничего А после него Достаточно приличный уклон И видите Дальше Бам И такое обрывище Ну понятно Что у него еще Катиться нужно долго Еще может быть Деревья остановят Но А вот старт С которым мы Стартовали на следующий день Весьма такой Позитивный Зелененький Красивенький Совсем другое дело Класс И сейчас я хочу Вам снизу Показать профиль Этой горы Пролететь вдоль нее Чтобы вам было понятно Что такое Страшные ротора И как они могут Покусать Парапланилиста Мы сейчас Вытащим Наше изобретение Для планера Никто с таким Еще не летает Мы первые Воланчик Мы его тестировали На 200 км в час Выдерживает Сейчас я Покажу вам Классический приход На эту гору Ниже рельефа И Сделаем красивый проход Вдоль горы С выпущенным Воланом Сейчас друзья Камера показывает На сторону Нашего аэродрома То место Откуда мы прилетели И обычный Классический Заход Выглядит так Мы там Набираем высоту Над нашими горками Впереди Вот гора Сен-Жени Сразу после озера И потом С высоты Тысяча Где-то 500-1700 метров Двигаемся В сторону Шабры Задача Войти туда Не ниже Тысяча Сто метров Тысяча сто метров Считается критической высотой С которой уже не выпарить Ну и выйти Я сейчас выпустил Воздушные тормоза Я выполняю разворот Так чтобы Так прийти Покрасивее Горя Шабар С валанчиком И вам показать ее Это видео будет Ставлено Парапланерное Ну Чтоб Страшнее было Так 1300 Ну наверное Их хватит Оп Повторю Что критическая высота 1100 Я до нее Не опускался Мы сейчас Обладаем Запасом По скорости Поэтому можем Спокойно Вот вы видите Сейчас Прямо перед собой Как раз Взлетную Эту площадочку Это одна Дельтапланерная А следующая Уже непосредственно Парапланерная И вот я делаю Вам проход Вдоль этих Вот Скал Вы можете Представить Каково здесь На параплане Когда ты Можешь Получить Черте От вихрей Что создает Вихрь Видите Впереди Уступ Ребро Такое На склоне Вот это ребро Замечательно При косом ветре Генерирует Ветревой шнур Который Способен Навредить Параплану И этот вихревой шнур Как раз Подтягивает Ветром То есть Восходящий поток Который присутствует Даже при косом ветре Он благополучно Способен Затащить этот шнур Наверх И тогда Ой-ой-ой Как страшно Может быть Парапланилисту Ну и смотрите Мы сейчас Повыше поднимемся Оп Да Ветерочек То стихает Саша 19 км в час Но друзья Мы вовремя Съемочку вам Сделаем Потому что Дальше нам Нужно будет Уже домой А то ветер Скроется Ветер стихнет Муравей Нельзя кроется Сам главное Сейчас Воланчиком Этим не зацепиться Я не знаю Насколько он Летает За нами Низко Ну давай Пройдемся На высокой скорости Я думаю Так будет Красивее 200 км в час Волан Нас Сопровождает И вы еще Можете лицезреть Красивые скалы Не знаю Что из этого Видео Получится Я сконцентрировал На все 100% Потому что Мне реально Так близко К рельефу Летать страшно Тем более С развивающимся Воланчиком Но И меня вытягивает Восходящим потоком Достаточно Энергичный Вверх Сейчас мы Пролетим Над стартом С которым Мы не взлетели Вот Смотрите Обрывистый склон Прямо Иду над склоном 200 Выше не могу Очень высокой скорости Ну смотрите Я сброшу скорость И вы Увидите Сколько же энергии Запасает планер В Скорости Вот мы сейчас На 120 Сделали разворотик И вы видите Мы уже над склоном Насколько выше склона Хорошо Я сейчас Выпущу воздушные тормоза Сделаю круг Чтобы опуститься Опять На Пока камера снимает На уровень Стартов Вот зелененький Куда крыло Сейчас показывает Это Планерный старт А вот дальше Дельтапланерный старт Сейчас я вдоль них Пройдусь Вот первый старт Дельтапланерный И вот второй старт Парапланерный Антенны всякие Оп Подальше от них И вот так По обрывчику Летим Снимаем контент огонь Там какой-то велосипедист Ехал Шура Интересно Получится что-нибудь А? Как тебе Такой пролетик Представляешь Сейчас Раз Раз И зацепились Камерой Слушай Слушай, ну держит Смотри 180 км в час Вообще никаких вопросов Энергичный разворот Класс А вот Кстати этот Верхний старт Зелененький Да Он уже хорошо виден был Интересно Петлю сделает Эта камера С нами Ну на петле 220 Не, ну петля Будет перебором За петлю Нас точно Выгонят Из планиристов Саша Максим Игоревич Ты в курсе Что у тебя Дядя Вова Егорский И дядя Леша Раков Подвесочку презентовали От Sky Country Да? В курсе? Ты уже знаешь Что тебе полечишь с папой? Да Спасибо фирме Sky Country За наше Потенциальное Счастливое будущее Мы ее еще не получили Но уже очень ждем Ждешь Макс подарок? Да Да Какой подарок? Подвесную систему В которой ты летать будешь Я свидетель Что случилось Очень часто Стимулом к полету Может быть 100 евро Ну допустим Берете вы там За полет 100 евро И думаете Вот я сейчас не слечу И что делать Так обидно И так далее И пытаетесь Всеми силами души Выжить этот полет Но на самом деле Это очень нехорошая практика Потому что это риск В данном случае Риск не только для вас Как для пилота Но и риск еще для пассажира Вот Мы в ответе За тех кого Татаем И катать будем Идеально Летайте с профессионалами Да Ну как ты скажешь Ты же на планере На самолете Вот сейчас Параплан потрогал Какие ощущения От параплана Очень хорошие Первый раз Вы видишь Да В первый раз Да То есть вот так Вблизи Ты не летал Но визуально Никогда не летал Видел только Как это говорит По телевизору Вживую Вот только руками Потрогал Подвесной системе Постоял Вот И надеюсь Что В следующих сериях Ждите продолжение Продолжение Но я уже готов Да Отлично А мы погнали За пчелами На сестерон Ура На сестерон Сестерон Мама правда Только что сказала За пухлом Да Но это Вырезано Хотя Жене пи Никто не отменял Здравствуйте Еще раз Уважаемые Любители Летных видов спорта Мы продолжаем Доктор зло А девочки Готов к полетам Теперь второй раз Вчера мы Как вы помните Вот там Старт северный Мы не смогли Взлететь Потому что Был северный ветер Обрыв Косой Кривой И так далее И вообще Я тот старт не люблю Теперь посмотрите Максиму достался Какой шикарный старт Искусственный Травка Ветер Идеальный в лицо И главное Тепло В чем преимущество Старта на юг Потому что Тебе в лицо Светит солнце Чем преимущество Южного склона Он прогрет солнцем Только что пытался Летать дельтапланирист Летает дельтапланирист Эх Максим Тебе повезло Теродактиль летает Но пока мы тут Готовились к съемке Он уже Улетел вниз Смотрите Как выглядит Это Он уже где-то Далеко-далеко внизу Но ему не хватает Немножко ветра Чтоб парить Не факт, что хватит нам Но по крайней мере Шанс есть Вот это класс Еще успели мы Вот зачем приезжали Да Застяли контент огонь И мы пребываем В хорошем настроении В хорошем Отличном Конь огонь Конечно Мы еще одели Приличную обувь Потому что вчера Была неприличная И наш параплан Видите Отлично переночевал В машине Было лень его собирать Ну а что Он лежит Меньше шевелишь Дольше живет Мы начинаем одеваться Так как уже стрелянный воробей Все знает На тебе подвеску Сам одевай Я естественно проконтролирую Нижняя камера пишет Да Все отлично Всем привет Да так Туся Подержи Где вулкан Дым Оооо Горит лес Слушай Это лес горит Пожар 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 Точно пожар Во Сейчас все разведаем Макс Ты тоже Ты тоже готов На той стороне На другой стороне долины Я уже привычными движениями Уже застегиваю подвеску Свою любимую Так Втягиваю пузо Надо худеть Это Мечта моя Так Какой куда идет Слушай Я пошутил Насчет того Ты сам пристегнешься С самолетом я еще умею Это была шутка Да Пассажиры Не пристегиваются Этому уделяется Много внимания Я примерно Сначала пристегиваем ножны Самые важные Да Это пол в центр А уже во вторую очередь Грудной Потому что он Не позволит Как ты помнишь Да Если ножны Буду висеть на песене На песене Да Будешь висеть Но на песене не придется Потому что я тебе все застегнул Словерь Верни Каждую Вот здесь вот нормально Нет Так раз Так все Красота На месте Надо здесь Сейчас все возьмем Тебе провернуть Видишь Все я тебе проверил Красавец Отлично Так Перчатки не забываем Макси Как тебе снег Волшебным движением Мы достаем Из широких Закромов Т4 Наш параплан Эх Пошли летать Паш Показывай Робот Так Отрегулировал положение тренировки Как оно должно быть Проверил все стропы Параплан лежит идеально Все красиво и замечательно Сейчас я буду цеплять Своего глупо уважаемого Капаил Это пассажира и друга Максима Чтобы он ощутил всю прелесть Полета на параплане Крайне важно Друзья Прицепиться Потом еще раз проверить Все карабины Которые Вас держат Потому что у меня был Незабываемый случай Видите карабин мой Вот прям такой карабин Только другой Стальной А вот он Вот такой вот у меня Расстегнулся И встал Встал в расстегнанном положении Да Получилось как Что когда мы Долго купались по снегу Раз на седьмой Вот эта муфта Нажалась Вниз Я даже ее здесь нажать не могу Вот она прожалась вниз И повернулась А Снегу наверное он забился Хапнул снегу То есть вот она так нажала сниз Провернулась И застряла вот в таком положении Вот Незастегнутом Я даже не знаю Как этот карабин заставить сделать Может этот сделает О Да Вот как-то так получилось Вот Прям демонстрирую Как это получилось И потом У меня Ну только не свободный конец Соскочил А я соскочил вот так В какой-то момент Это все повисло Я повис на Вот так вот Наверное Сейчас Потому что я даже не знаю Как я повис Я вот так наверное Как-то летел И потом только у склона Было так Чпок И я Отцепляюсь от половины крыла И вешу на одной половине То есть у меня было ощущение Что я упал вниз Тебе хорошая история Перед взлетом Ощущение было Что я падаю Просто падаю Что-то случилось Хорошо что я цепился так Отцепилась как раз Вот эта сторона Что А мы летели вдоль склона Что нас отвернул От склона Я откомпенсировал Клеванты Это вращение Повис И начал думать Что делать дальше Полетел в долину Пробовал управлять Было очень тяжело Решил попробовать усесться Передал управление ученику Сил усесться Надеть карабин Так и не получилось В итоге Мой ученик рулил До высоты 100 метров Где сделал ошибку Перепутал право-слева Сорвал параплан Ну нет До 200 метров Сорвал параплан Мы ушли Сначала в асимметричный срыв потока Потом он отпустил Получился клевок Переход в глубокую спираль Я понял, что уже сделать ничего не успею Кинул запасной парашют И вот Вот он Запасной парашют у нас Есть Есть Да И вот Бросок запасного парашюта Был Сложен тем, что у меня тяжелая модель стояла То есть сейчас у меня облегченный запасной парашют Ну он прикрепкий Но из очень дорогих материалов И его легко кидать А там такой мешок был большой Но я понимал, что от броска зависит моя жизнь Я его кинул так, что вывихнул руку Парашют удачно открылся Мы упали в лес Сплошной лес с 30-метровыми елками И было Самое интересное, что было место, где одной елки не было То есть оно там убило молнии Или что-то в этом роде То есть просто елки не было Мы в это место упали Параплан пропадал мимо Все получилось идеально И Единственное Параплан одной маленькой стропой зацепился за большую ветку И я получил травму Потому что я пилил ножом лазермана Мне ученик говорит Давай, значит, я пилил сук Думал, сейчас Отпилю и все будет хорошо А он говорит, ты половину отпилил, давай мы повесь с ним на сук и попрыгаем И мы попрыгали Сук отломался Упал, расколол мне шлем Потому что благо я шлем не снял Не снял бы шлем, с вами бы не разговаривал И Я лежу Звезды Думаю, вот это приземлиться на запасном парашюте И получить травму Ну, потенциальную От Падение Сука Ладно, все живы Вот так мы приземлились на запасном парашюте Вот второй пилот Вот запасной парашют Вот основной параплан В общем, сели чудом Пролетели между елок Все зашибись А вот волков Малость охреневший Да, здесь не ступала Нога человека Из веселого там была еще медвежья берлога Интересно А можно вы перед полетом посмотрите? На что, на вас? Я тебе хорошо заболтал? Да Мотивировал? Ужасто Да Так, давай включаем камеру Вот примерно так Держи как-нибудь, как получится А потом мне передашь Раз, раз, раз пишет? Наверное Все, значит смотри Краткий предполетный инструктаж Твоя задача бежать так Быстро Как только ты можешь Ты должен от меня убежать Не бежать в стиле Я подумаю, прежде чем прыгать в пропасть А ты должен меня бояться Я самое страшное, что за тобой есть Поэтому ты должен от меня убежать Когда бежать будем Чем больше ты энергии приложишь в бег Тем лучше И тебе очень важно бежать еще в воздухе Потому что отрыв у нас может быть Кратковременным Потом придется чуть добежать Теперь руки засунь под кромысло Вот вниз вот так Раз И вторую так же А, вторую тебе мешает сейчас веревочка Так, ну что, готов? Морально настроился Сейчас, секунду Проверяемся Пассажир Карабина С какой ноги бежать? Справа, слева все равно? Пристегнут Пристегнут Пилот Пристегнут Пристегнут Хороший инструктор пассажира Мотивирующий Позволяет взлететь быстро У меня был случай Как-то в Донбай Все окружающие говорили Девушке Ты должна так бежать Так бежать Что просто даже вообще ужас И она так побежала Что меня оторвала Маленькая девочка Раньше времени То есть Я еще Хрюкнуть не успел Она уже разогналась Фух Все ждут ветра И мы ждем Идеальных условий Для старта Мне сейчас В принципе Все устраивает Но хочется чуть больше ветра Бежим Оп Стоп 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 Старт Спешка друзья Нужна лишь для ролл Или блок А В планиризме Ой В парапланиризме Это Аргумент такой Конечно Бывает ситуация Когда нужно успеть взлететь быстро Например Портятся погодные условия По какой-то причине Или соревнования Или еще что-то Но Порой Временами нужно чуть-чуть Расслабиться Подождать Подумать о чете всего сущего Мы же в конце концов Для удовольствия летаем Да, Максим? Да, конечно Ты уже получаешь удовольствие? Я приготовился Ну и второй аргумент Это Посмотреть на местных Они всегда знают лучше Стартовать раньше них Можно, конечно Если я буду точно знать И в себе быть уверен Они меня выпускают Они меня выпускают? Выпускают Да, ну Я жду ветра Мне не нравится Как оно Ну вот метр какой-то Жалкий в лицо Если, конечно Будем очень быстро летать То взлетим С другой стороны Если сядем на елки Это будет контент огонь Ну, смотрим Готов? Давай За ним пойдем Ставь палку Сейчас скажу Когда буду готов Давай, давай, давай Не тупить Побежали? Я скажу Когда побежали Побежали Чисто Побежали Побежали Хорошо Бежим 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 Быстрее 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 Отлично Летим Посаживаюсь поудобнее Супер Фух Гонимся за Этим пилотом Супер Все Все Замечательно Мы с Максимом Летим Рядом С нами Другой пилот То, что я управляю Одной рукой Это абсолютно нормально Потому что так Можно делать Конечно Часто лучше Этого не делать Влево Камеру Вот так Слева Чтобы был виден Склон Я сейчас подлечу К этому пилоту Поближе И расскажи Пожалуйста Максим Свои ощущения Ну В двух словах Супер Это для меня Первый раз в жизни Первый полет В жизни На параплане Я ожидал Чего-то страшного Вот Но на самом деле Все очень-очень Динамично Красиво Интересно Сейчас Ну что я буду рассказывать Я лечу Я лечу Мне хорошо Мне хорошо Не портите мне настроение Да Да Можно я Я люблю Радоваться жизни Молча Вот сейчас я радуюсь Давай тогда Камеру блогеру Держи Раз Друзья Вот наши коллеги Летят Облизывают склон Да Но я не хочу туда Близко к склону лететь Потому что Есть вот небольшая Но турбулентность Наша задача Не полететь А доставить Максиму максимальное удовольствие А что может быть Максимальным удовольствием Как неглубокая спираль Поэтому я Сейчас еще спиральку Скручу Боленькую Да это будет чуть-чуть Не перебирать Оп И на самом деле Несмотря на то что об компенсация не на то что сейчас у нас какой сегодня число слушая да не совета что старый новый год немножко придерживает держи теперь камера 5 твоя так ну что смотри по управлению эти рассказывать не буду следующий раз вот вот наша посадочная площадка внизу замечательная но мы на него до сегодня садимся да я смотрю на колдун проверяю что все в порядке проверяю все замечательно я хочу тебе все-таки сделать один виток потому что неизвестно с кем ты потом полетишь чуть камеру вертикальней чтобы тогда надо снимала тебя и небо и смотри один виток буквально один оба перегрузочка вообще нежнейшая супер об и теперь на склон на где папа другой максикам еще за папой поедем вниз нам нужно зайти так чтобы максимально использовать всю эту так мы сюда дойдем посадочная это не наша посадочная вот же наша это промежуточная это не сюда вот так вот так большая я смотрю еще думаю друзья вот представляете вот волнение и съемочный азарт дай-ка клеванту эту штуку держи я собрался на пол склона садиться вот эта площадка на запасная здесь я еще смотрю думаю ну чё за бред какая-то не то мы мы не в той реальности подумал я вот она площадка большая длинная внизу мы на нее будем заходиться так что я еще думаю почему вы так почему так быстро предъявляемся что случилось не так надо летать больше да максим да где же я сюда к тебе за этим и прилетел чтобы полетать так ну тогда тебе будет побольше еще понравилось спираль вообще по ощущениям да или не надо больше не знаю спираль наверное давай я тебя помню дам 1 не камеру давай даже пороли да да лучше порулить так что делать бери стропа управления вот она у вас вторую я тебе потом расскажу как рулить пока бери строка держать и руки вверху вот повернуть параплан да тебе нужно потянуть за допустим ну давай за левую стропу управления вниз а правую полностью вверх а вот конечно хорошо а теперь опять руки вверх он летит по прямой а теперь правую вниз плата плавно и добавляй и вес права же перекидывай лишь у параплана является крен и он достаточно весело поворачивает да да возвращаем до пробуй сам чуть-чуть теперь давай так потихонечку только резких движений не надо глубоко слишком клеванту не надо потому что дальше ты помнишь да срыв потока бывает нежными движениями управляем я попробую плавно плавно давай и вот твоя цель вот туда на площадку целиться все-таки нам же нужно как-то долететь так до посадочной площадке еще правую клеванточку подтягивай друзья я не рекомендую таким образом передавать управление пилоту потому что вы понимаете что инструктор сейчас вообще не управляет я правда брошу камеру вниз если что и схвачусь так опыт был право плавно оттуда заходим да оттуда право плавно вот так же разворота но дать порулить можно в этом случае вы держите руки вот вот там у нас рядышком ты 4 разворот у нас там по прямой теперь и мы будем уже готовится к посадке отпускать управление я взял управление давай камеру берешь камеру я пишу нас такой скоротечный полет поэтому приходится слишком много всего и быстро смотри сейчас мы с тобой приходим на посадочной площадке я колдун посмотрел ветер вдоль площадки все хорошо сейчас мы подходим к елочкам и будем выполнять восьмерку не долетая площадке чтобы зайти на площадку с максимальной возможности лететь в ее центр то что если мы сейчас над ней окажемся то мы не сможем маневрировать с другой стороны над елками низко слишком нельзя сейчас я просто хочу тебя чуть-чуть как это показать как классно над ой как классно над елочками летается но это вот я выходим в зону где даже если нас просадит ничего страшного но не очень ровная поверхность и вот мы оказываемся максимально близко к краю площадки и спокойненько вот задача на в районе дороги это самое приземлиться сейчас выравнивание оп и вот смотрите на самый край поле ровного тихо но это нормально то что ты видишь у тебя нету еще нет еще инстинкта как стролебуса прыгаешь или с автобуса с открытой дверью бежать со скоростью приближающейся земли но в целом нормально то есть все колени на колени доставка подожди да давай я пристегну сначала клеванты а потом буду у тебя интервью брать в целом было просто супер просто супер ну что максим с первым полетом как тебе отлично отлично я освоил третий тип воздушных судов да назовем так это параплан начал я с самолета потом благодаря игорю я немножко освоил планер недельку мы полетали да замечательно самолетом я курс обучения закончил лицензию получил планером все в процессе параплан сегодня был как там первый инициирован инициирован да да вчера была теоретическая подготовка здесь же надо важно и потом внизу домом очень важная подготовка сегодня был первый практически на кого наши коллеги летят коллеги давайте заснимем как коллеги приземляются тоже аккуратненько идут с большим запасом чем я на перелет ну на краешек поля чтобы не мешать друг дружки красивенько отлично вот как должна выглядеть посадка они как мы с тобой бак-бак-бак ну да да ладно нормально вот следующий вот красивенько заходит не стоит приборчик все ну отлично слушай но мы с тобой тоже ты мышь не упали ты просто чуть споткнулся и все мало того что меня первый раз посадили с собой пристегнули спустили я в общем-то понял какую-то часть из управления он у меня постоянно друзья спрашивал как параплан управляется за счет чего говорю две клеванты две стропы управления я попробовал здесь сделать зашел пару виражей сделал поворотов разворотов ну вот такой чудесный день 13 января за как сегодня с новым годом со старым новым годом как всегда сегодня день то подвиг и я хочу сказать что очень грамотным решением было то что мы все-таки в первый день отказались от вчера вчера отказались от полета потому что сегодня условия намного лучше все намного во-первых красивее во-вторых тепло вот мы сейчас приземлились отлично а ты не забыл все есть друзья сейчас будем отмечать новый год до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта всего вам доброго напишите что вам снять ну еще с новым годом погода бомба ну контент я тоже надеюсь огонь ты счастлив я да и 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 Продолжение следует...